Это Финам-ФМ, ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время» у микрофона Юрия Пронько. Мне крайне приятно приветствовать сегодня в своей программе человек, которого я давно ждал. По объективно-субъективным причинам он, к сожалению, не был у меня в последние месяцы. Но, тем не менее, как только такая возможность появилась, мы договорились и сегодня встречаемся. Это Владимир Рыжков, сопредседатель РПР «Парнас», один действительно из ведущих российских политиков. Владимир, рад видеть. Добрый вечер. Да, и хорошо, что предупредили, что мы 16+. Значит, мы теперь знаем, в каких коридорах мы можем шутить в этом эфире, если дело дойдет до шуток. Абсолютно. Я напомню, средства коммуникации для вас, уважаемые слушатели, свои вопросы адресуйте на многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495, либо пишите на finam.fm. Кстати, наш сайт определенный ребрендинг претерпел, поэтому можете оценить. И там же идет прямая веб-трансляция. То есть вы нас можете не только слушать, но и смотреть. Наш разговор открытый. Я думаю, Владимир с удовольствием подпочитать не только на мои, но и на ваши вопросы. Поэтому принимайте активное участие в нашем сегодняшнем разговоре в реальном времени. Но, безусловно, главная тема сегодняшнего дня – это отставка господина Сердюкова и назначение министром обороны России господина Шойгу. Владимир, как вы оцениваете эту рокировку? Ну, я не буду делать вид. Знаете, очень любят политики, политологи делать вид, прищурив глаза, мудро сказать, ну, я-то знал заранее, конечно, для вас это все. Ну, а я-то ж. Я понятие. Для меня это определенная неожиданность по двум причинам. Первая причина, что… Сколько он, года четыре был министром обороны, да? Он же еще, когда грузинская война была, уже был министром обороны. Уже, да. И сколько не было тяжелых ситуаций, кризисов, та же грузинская война Сердюков, всегда за него и Путин, и Медведев стояли горой. То есть мы это помним, что была дикая критика его реформы, была дикая критика со стороны генералитета. Его всегда защищал и Путин, и Медведев. Поэтому для меня это неожиданность, хотя признаки этого были, когда вот эти сливы Live News про госпожу Васильеву, про 120 колец в коробке, про 13-комнатную квартиру, про картина Ивазовского. Ну, я думал, ну, хорошо повоспитают человека за уход из семьи, значит, и все устаканится. Это для меня полная неожиданность, и в этой связи главный вопрос, ну, я все-таки смотрю с точки зрения интересов страны на происходящее. Для меня главный вопрос сегодня, и для очень многих людей, какова будет судьба военной реформы, потому что нашу армию замучили за последние 20 лет. Каждый министр обороны отменял реформу предыдущего министра обороны, мы помним, да, Горачев и так далее, и так далее. И начинал свою реформу армии, и в итоге армия уже просто дезориентирована, деморализована, замучена, запутана. И вот эта реформа Сердюковская, которая, пожалуй, самая серьезная за последние 20 лет, наверняка в вашем эфире ее обсуждали, она нормальная в точке зрения замысла. Она фактически стремится сделать из российской армии современную армию, такую же, как у американцев, у немцев, у французов и англичан. И вот сейчас главный вопрос, что будет с военной реформой? Опять ли начнется призыв на два года? Опять ли отменят контрактную систему? Опять ли начнут возвращаться к советской системе этих самых армий, соединений, округов и так далее, и так далее? И это будет плохо, если это произойдет, потому что очередная реформа будет недоделана и извращена и загублена. И, соответственно, главный вопрос – это судьба военной реформы. И второй огромный для нашей страны вопрос. Медведев и Путин приняли решение направить невероятные для нашей экономики деньги на оборону и на военные закупки. 23 триллиона рублей в ближайшие несколько лет. Это меняет всю систему государственных приоритетов. Это снимает деньги, это хорошо известно, с образования, это снимает деньги с науки, это снимает деньги с пенсий, это снимает деньги со спорта, со школ и так далее. И перебрасывает вот туда. И когда был Сердюков, было понятно примерно хотя бы на что. А вот теперь на что пойдут эти деньги? Как ими распорядятся? Какие будут приоритеты? Совершенно непонятно. Здесь больше вопроса, снижали ответы. Да, поэтому это совершенно кризисная ситуация и для страны, и для армии. Шойгу, по-моему, сегодня был совершенно обалдевший. Это назначение Шойгу как вам? Ну как, это тоже свидетельство огромного кризиса управления. Но представьте себе, Юрий, если бы у вас пришел главный редактор на 5 месяцев, а через 5 месяцев ушел, вы бы как это восприняли? Или вот слушатели наши, представьте, если вы учитель школы, что такое директор на 5 месяцев? Или что такое директор завода на 5 месяцев? Шойгу 5 месяцев пробыл на посту губернатора Московской области. Одного из сложнейших субъектов. Это огромный субъект, сложнейший субъект, с огромной кучей проблем, дорожных, экологических. Там один земельный вопрос требует нескольких лет, чтобы в этой чертовщине разобраться. Только-только Шойгу вошел в курс дела, более-менее чуть-чуть, его перебрасывают на Министерство обороны. О чем это говорит? Это говорит о кризисе управления, потому что в нормальных условиях такие управленческие решения не принимаются. В нормальных условиях пост Сердюкова должен был бы занять какой-то толковый зам, который был подготовлен либо им, либо предшествующим периодом. И этот толковый зам, который на протяжении ряда лет знает уже ситуацию в Министерстве, знает логику реформ, знает систему управления. И он подхватывает и спокойно руководит. Шойгу не успел разобраться более-менее с Московской областью. Сегодня, как сообщает его пресс-секретарь, он поехал в Министерство обороны, чтобы разобраться с тем, что ему там оставил Сердюков. То есть, с моей точки зрения, это кризис военной реформы. В социальных сетях, Владимир, появились такие даже смешки, надо клонировать Шойгу и назначить его в каждое федеральное министерство, коль скоро у господина президента больше нет иных кандидатов. Много шуток, есть такая фотография замечательная в сетях, такой изумленный Сергей Шойгу, и говорит, как, и оборона моя. Это как раз кризис, это кризис управления, кризис кадров. А вот я хочу понять, кадровый потенциал Путина, он все никакой, он у него. А посмотрите, губернаторы, это же просто плакать хочется, если смотришь на большую половину наших губернаторов, назначенных за последние годы. Просто плакать хочется, глядя на этих людей. Дело в том, что есть два принципа подбора кадров. Есть принцип, который называется меритократия, прошу прощения за это дурное слово. Это значит назначение лучших. Лучших, ну, например, вот у Обамы, сейчас сегодня, кстати, выбор в США, у Обамы сейчас министр энергетики, Нобелевский лауреат, который действительно специалист по энергетике. Нобелевский лауреат, лауреат Лобелевской племени. Но он поставил министром энергетики Нобелевского лауреата это меритократия. Это самое лучшее в этой области становится министром. И есть второй принцип подбора кадров. Земляки из Питера, сослуживцы по КГБ. Одноклассники. Одноклассники.ру, однокурсники.ру, однокооперативщики.ру. Вот Путин, к сожалению, проявляет себя как не очень дальновидный политический и государственный деятель, потому что у него за редким исключением подбор кадров идет из числа его личного круга друзей, знакомых, доверенных лиц и так далее. А это вредит интересам страны, потому что вместо лучших назначаются преданные. Вместо лучших назначаются свои. Вместо лучших назначаются люди из своего окружения. Это, конечно, беда. И, конечно, если бы у нас была у оппозиции возможность формировать, я всегда лично придерживался и придерживаюсь принципами эритократии. Сельское хозяйство. Кто лучший специалист в стране? Здравоохранение. Кто у нас лучший специалист в стране? Оборонка. Кто лучше всего в стране знает оборонку? Вот именно так надо расставлять людей, невзирая на пол, возраст, национальность, регион происхождения, город, в котором родился и так далее. Но эти люди могут быть привязаны к конкретным лоббистским группировкам? Для этого есть контроль. Для этого есть президентский контроль. И для этого должен быть парламентский контроль. Для этого должна быть система сдерживаться... Но в стране, где нет парламента. В стране, где нет парламента. Это уже следующая тема. Почему я всегда, многие годы выступаю за серьезную политическую, конституционную реформу? Потому что действительно должна быть защита от дурака. Должен быть клапан предохранительный. И чтобы человек не зарвался, не начал тащить своих там подруг, родственников и земляков, его тоже надо контролировать. И один человек, президент, с этим не может справиться. Хотя, на самом деле, если говорить серьезно, то 50 человек президент может контролировать и обязан контролировать. Это его администрация, это министры, это ключевые губернаторы. Их должен и может контролировать президент. Он за них отвечает. Это его политические назначенцы. Это его политические кадры. Всех остальных, начиная от уровня замминистра, департаменты, комитеты и так далее, должна контролировать система контроля. Включая сюда правоохранительные органы. Включая сюда парламентский контроль на всех уровнях. Включая, извините, Юрий, прессу свободную, которая должна иметь право беспрепятственно получать информацию, включая проекты решений, сами решения и сами граждане. Я в свое время вносил в Государственной Думе закон об открытости информации, где принцип, я рассказывал в одном из эфиров, принцип этого закона прост. Он существует в большинстве развитых стран мира, такой закон. Любой гражданин бесплатно, по запросу, должен иметь право в нашей стране получить любое решение, любого чиновника, любого органа власти. Путь то, выделение земли, аукцион по продаже имущества, распределение бюджетных средств. И чиновники в этих странах знают, что любое их решение прозрачно, на порядке менее коррумпировано, чем в России. Потому что над ними есть целая система эшелонированного контроля. От политического руководства до парламентского, СМИ, правоохранительных органов и простых граждан, которые тоже имеют полномочия по контролю. Часто спрашивают, как в России победить коррупцию. Ответ один. Сделайте контроль над чиновниками. Эшелонированный, сложный, работающий контроль над чиновниками. И тогда не будет коррупцией. Система сдержек и противовесов. Здесь Владимир Рыжков. Как мне представляется, сегодня мы стали свидетелями краха и полного краха аксиома Путина. Своих не сдаю. Продолжим эту тему после краткого выпуска новостей на Финам-ФМ. 19 часов 17 минут. Реальное время Финам-ФМ. Здесь Владимир Рыжков. И вот прежде чем мы продолжим наш разговор, запущу СМС голосование. Все-таки как бы то ни было сегодняшнее решение по Анатолию Сердюкову, которое было в центре нашего с вами внимания на минувшей неделе. Я напомню, что был и генерал Ивашов, который заявил о том, что Сердюков закончил свою карьеру на нарах. То есть это все происходило у нас с вами в эфире на прошлой неделе, еще до вот этих событий, до сегодняшнего указа президента. Вы помните и высказывание господина Литовкина, который, в общем-то, мой коллега, один из известных военных экспертов, который сказал, что Сердюков революционер и революционеров не любит и привел аргументы, в общем-то, в пользу теперь уже экс-министра обороны. Я хочу вас вот о чем спросить. Сегодняшний указ президента Владимира Путина является его сильным ходом. То есть вот сейчас я не про Сердюкова, я про господина президента, который отреагировал, насколько я понимаю, на последние события, в том числе вокруг оборонсервиса, хотя Дмитрий Песков заявил, что эта тема не обсуждалась, значит, Путиным. Но, может быть, пресс-секретарь должен такие вещи говорить. Но, тем не менее, я предполагаю, что президент и об этом в том числе говорил и с ушедшим, и с назначенным министром, хотя это компетенция, безусловно, следственных органов. Так вот, это сильный ход Путина. Отставка Сердюкова — это сильный ход президента Путина. На короткий номер 5533, пожалуйста, отправьте смс-сообщение с буквой А. Это сильный ход Путина. Персонально говорим о президенте. 5533, смс-сообщение с буквой А. Вот этим указом об отставке Сердюкова Владимир Путин показал свою слабость как политика, как главы государства, как общественного, государственного деятеля, как человека, который, в конце концов, стоит в самой верхушке этой пресловутой вертикали власти. Тогда на короткий номер 5533 буква Б. Одна единственная буква, если это, на ваш взгляд, слабая сторона, господина президента, 5533, смс-сообщение с буквой Б. Голосование запущено, пожалуйста, принимайте в нем участие. Владимир, ну я вот все-таки завершая эту часть нашего разговора, хочу понять. Ну вот он эту перестановку сделал, да? Шойгу отправил в Министерство обороны, кого-то там назначил уже исполняющим обязанности губернатора Московской области, я так понял, с команды Шойгу. Да, бывшего замминистрая части. Ну вот завтра, да, какой-то скандал возникнет, я не знаю, там, с Министерством энергетики. Очень близкая тема для Российской Федерации. Или там, я не знаю, Министерстве здравоохранения, да? Ведь куда, я так понимаю, ни копни, везде, в общем-то, что-то можно найти. Найти такое, что позволит тебе отправить в отставку того или иного министра или руководителя ведомства. Но ведь это не выход из ситуации. В чем выход-то тогда? Вот именно для Путина, на ваш взгляд. Я не знаю, как сейчас проголосуют слушатели, как они отреагировали, да, на вот этот шаг. Но мне представляется, что это не концептуальное решение. Это тактическое решение. Я, во-первых, не согласен, что это не концептуальное решение. Говорить об этом рано, потому что я еще раз верну к началу нашего разговора. Важнейший вопрос, и не только армии, а вообще будущего России и российского народа, и любого пенсионера, и любого школьника, это будущее военной реформы. Потому что политическое руководство страны, Путин и Медведев, приняли решение сделать военную организацию приоритетом расходов, перебросив туда огромные деньги от социальных нужд, от школ, больниц, детских садов и так далее. Это концептуальный вопрос. Поэтому от того, что будет делать Шойгу... А, кстати говоря, опять-таки еще наивное заблуждение. Сегодня я слушал разные эфиры и читал разные газеты. Вот интересно, какая будет концепция Шойгу, пишут наблюдатели. Да не может быть у Шойгу своей концепции. Потому что концепцию министру обороны дает политическое руководство страны. И я уверен, что на встрече с Шойгу именно этот вопрос обсуждался как главный. Не судьба Сердюкова и не военное звание Шойгу, если он будет его получать, а будущее военной реформы и будущее военных расходов, гигантских, которые сейчас предусмотрены. А возвращаясь к Путину, что ему делать? Я выскажу свое мнение. Я считаю, что у Владимира Владимировича уже не горят глаза. Вот даже вспоминая вот эту юбилейную телепрограмму получасовую, у него усталый взгляд, у него не горят глаза, в нем нет энергетики. Самое главное, что у него нет идей, что делать дальше со своей властью. У него нет идей, куда двигаться в стране. Все его выступления последних лет, они технологические, они технические. Туда повысим, там понизим, туда перебросим, туда-то перестроим. Но ответа на вопрос, какой будет Россия в том же 2020 году, какие будут проведены преобразования в экономической сфере, в экологической сфере, в культурной сфере, как в инфраструктуре, у него нет. И поэтому вот эта замена одного министра на другого, она не отвечает на главный вопрос. Что он собирается делать эти шесть лет, на которые он как бы избрался в марте? Нет у него ответа на этот вопрос. Поэтому самое честное, что можно сделать, это провести, я возвращаюсь к требованиям Болотной и Сахарова, о которых уже, к сожалению, многие начали забывать, провести сначала досрочные парламентские выборы, для того, чтобы получить свежий, динамичный, интересный, яркий парламент, который сам станет генератором идей, инициатив и законопроектов. И затем, через какое-то время провести досрочные парламентские выборы. И тогда Владимир Владимирович мог бы спокойно, достойно завершить свою президентскую деятельность, дав дорогу, дав возможность новым политикам, новому поколению, новой генерации работать дальше. Это таки достойный выход. Но, Владимир, не будет ли это воспринято как слабость? То есть вот уступка, парламентские досрочные выборы, политические решения по либерализации процесса России. Кстати, Путин любит сам апеллировать к великим политикам прошлого, к великим государственным деятелям. Я могу сходу привести целый ряд примеров, когда великие политики прошлого, по-настоящему великие, без кавычек, когда они чувствовали, что нужны перемены, когда они чувствовали, что нужно достойно уйти, они уходили. Приведу только два примера. Это генерал Деголь в 1969 году и Уинстон Черчилль, который, это вообще поразительная история, великий сэр Уинстон Черчилль, который совершенно выдающийся великий государственный политический и общественный деятель, и, кстати, полководец, полководец настоящий, выиграв войну во главе Великобритании, когда тогда еще была Великой Империей, проиграл парламентские выборы. Проиграл парламентские выборы. Но мы не Британия. Летом 45... Нет. Вы спрашиваете, были ли примеры? Я говорю, что была масса примеров. Но я приверил два самых великих примера. Это Деголь и Уинстон Черчилль, которые не стали цепляться за власть и дали возможность обществу двигаться вперед. Кстати, общество оценило, и Черчилль еще вернулся на пост премьер-министра через какое-то время. Деголь уже нет. Поэтому я опять-таки понимаю, что мое предложение носит риторический характер, и судя по настроению Владимира Владимировича Путина, он намерен цепляться за власть скорее в духе Брежнева и других геронтократов. Это очень печально для него, это очень печально для России. А замены министров действительно ничего не меняет, потому что если нет команды, если нет воодушевления, если правительство состоит либо из технократов, которые что-то там вроде как делают, либо из своих, которые просто разворовывают бюджет, то такое руководство никуда страну не приведет. Ну вот и чтобы подбить уже эту тематику, которую мы, кстати, продолжим в итоге дня после 20.05, в эфире Финам.ФМ, 31,71 проголосовавших считают сегодняшний указ президента Путина сильным ходом, 68,29% проголосовавших считают это слабым ходом. Я бы присоединился в данном случае к большинству. Я также считаю, что это не сильное решение, а это кризис власти, это кризис его команды, и это кризис системы управления. Потому что если ключевой министр, а в любой стране министр обороны входит в двойку, в тройку самых важных министров, а Россия, как великая ядерная держава, великая военная держава, великая геополитическая держава, до сих пор министр обороны, я бы сказал, что министр обороны и министр финансов, это два ключевых министра, и если министр обороны меняется без объяснений обществу, что произошло, без внятного ответа президента, что должен был сказать президент Путин, он сегодня же должен был сказать, я меняю Сердякова, потому-то, назначаю Шойгу, потому-то, второй, третий, да. Всего три пункта. Первый, почему снял, второй, почему назначил именно этого человека, и третий, самый главный пункт, подчеркну, дело не в личностях, для чего назначил. Если бы он сказал, что я убрал Сердякова из-за коррупции, я назначил Шойгу, как эффективного министра, и я поставил перед ним задачу довести до конца военную реформу, чтобы через пять лет в России была современная, оснащенная, обученная, боеспособная армия, способная решать такие-то, такие-то задачи, это было бы понятно. А когда непонятно, за что снял, непонятно, почему назначил, а самое главное, непонятно, для чего назначил, ну, извините, это ни в какие ворота не лезет. Ну, вот вы, Владимир, сказали о том, что власть цепляется у нас, да, вот, за то статус-ко, в котором она находится, но, по-моему, и оппозиция, я сейчас не буду делить, да, на системных, вне системных, оппозиция также за это цепляется, я вот в последнее время столкнулся просто с масштабным политическим троллингом, вот в буквальном смысле этого слова. Кого? Кого с чьей стороны? Ну, например, со стороны отдельных единороссов, да, которые там, вот сегодня это актуальная тема, связанная с Владимиром Познером, да, история, которая, насколько я понимаю, оказавшаяся уткой, шутка была. Но, тем не менее, есть такой сайт Фок Ньюз, который такие шутки распространяет. Да, есть депутат Госдумы, который, значит, вот попал в заголовки, да, потому что он там что-то потребовал от руководителя Первого канала, мы звонили руководителю Первого канала, они говорили, мы такое письмо не получали, троллинг, троллинг, в заголовки попал, попал. Я, кстати, не снимаю ответственности со стороны журналистов, да, которые, в общем-то, этому способствуют. Главное, Юра, что прокуратура и Следственный комитет с вас сегодня не снимают. Потому что 90% всех деток по клевете, да, это у нас против журналистов. Или господин Жириновский, да, значит, выступает в Госдуме и говорит, нам нужна малообразованная нация, потому что образованные, значит, ведут... Не будут рабами, да. Да. Я же понимаю, чего они хотят, да? Они хотят, чтобы мы о них говорили. И это только два случая. Я, если вот сейчас копнуть, да, их можно найти 125 как минимум, того или иного варианта, когда политики осознанно делают такие вот шаги, которые я не могу им найти ответа. Вот кроме того, чтобы попиариться. Меня это крайне настораживает. Вот этот политический троин, причем я его вижу как со стороны власти придержащих, так и оппозиции. Ну, здесь так, здесь вот что. Здесь есть так, вот есть реальная повестка дня для страны. Вот, то есть вот есть реальные проблемы России, которые надо решать. Вот. А не всем хочется об этом говорить, и не всем хочется этим заниматься. Ну, вот, например, почему из России сотни миллиардов долларов убежали за последние три года и продолжают бежать? Гигантская проблема. Давайте о проблемах... Почему-то в Китае деньги бегут в Китай от нас, а у нас они убегают, да? Вот давайте поговорим о серьезнейших проблемах сразу после краткого выпуска новостей. Здесь Владимир Рыжков. Пишите на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Звоните после новостей на 65 10 99 6, код Москвы 495. 19 часов 31 минута. Реальное время здесь, напротив меня, Владимир Рыжков, 65 10 99 6, код Москвы 495. Звонки финам.фм. Портал в интернете для писем. Там же прямая веб-трансляция. Так вот вопросу, а актуальны, да, вопросы? Актуальны проблемачки, да? Я просто хочу сказать, что вот посмотрите на американские выборы, которые сегодня идут. Вот в эти минуты, часы идут выборы президента США. Кто-то там говорит про, значит, познеров американских. Кто-то там что? Говорит про певиц, которые станцевали на паперте. Кто-то там говорит, какие у нас еще темы самые обсуждаемые? Про педофилию. Кто-то там говорит, что у нас вот такое, значит, в фокусе, да? Да ничего подобного. Американские выборы, это про Америку. Американские выборы, это про государственный долг. Американские выборы, это про конкурентоспособность. Американские выборы, это про систему медицинского страхования. Американские выборы, это про налоги. Американские выборы, это про размеры и полномочия госаппарата. И по этим пяти вопросам идет столкновение позиций Обама и Демократическая партия за более высокие налоги, за более распределительную систему, за более мощное государство с точки зрения полномочий, ровно наоборот, за более низкие налоги, за ограничение получателей социально-медицинских помощей и страховок, за сокращение госаппарата и его полномочий. Это реальная повестка дня. Наша повестка дня. Пусси Райт, РПЦ, педофилы, 16+, 18+, на кинофильмах и так далее, Познеру запретить, не запретить, Навального посадить или не посадить, это ложная повестка дня. Вопрос в том, почему... Вы еще забыли одно. Государственная пропаганда очень любит рассказывать про Гондурасы. Вопрос, да. Вот неважно, какой Гондурас, вот это очень излюбленная тема. Главное, что они его чешут все время. Вопрос вот в чем. Почему государство избегает главных тем для страны? Почему Путин? Потому что они провалились. Потому что они не одну... Потому что, перечитайте программную речь Путина какого-нибудь там 2000-2001 года. Он обещал снизить зависимость от сырья. Он обещал демонополизировать экономику. Провал. Он обещал институциональные реформы. Он обещал снизить коррупцию. Он обещал сократить социальное расслоение. Ни одна проблема страны за 12 лет не только не была решена. Все до единой проблемы страны усугубились. Поэтому для пропаганды важно переключить внимание общества с реальных проблем России. На мнимые, никому не нужные, пустые, дурацкие. А люди ведутся. А люди на это ведутся. И вы на это ведетесь. Я? Нет. Вот можете проанализировать мои программы. Но в целом, я стараюсь от этого отойти. Этот сказал чушь. Вот Жириновский ляпнул глупость. А вот все обсуждают. Вот еще какой-нибудь Пупкин там, Сидоров из «Единой России» брякнул про Познера. Вся страна на ушах стоит. Это бред. Я всегда говорю, давайте обсуждать реальные проблемы страны. Хорошо, власти, придержащие, вот они занимают абсолютно осознанно такую же позицию. То есть им нечего рассказать, им нечего обсуждать. Потому что вот все, что вы перечислили, там, десятилетней давности программы прогноза и пожелания. Помните, мы догоняли Португалию? Да, да. Где мы, где Португалия? Потом мы строили сверхдержаву энергетическую, ну и так далее. Потом у нас была модернизация, четыре Медведевских, инфраструктура, институты, инвестиции, инновации. Все провалилось. На Красноярском форуме произнесено. Все стало хуже, да, все стало хуже за эти четыре года. Об этом тоже благополучно забыли. Но почему оппозиция не предлагает эту повестку? Опять-таки, оппозиция разная. Часть оппозиции, к большому сожалению, ведется на всю эту хрень. И работает вот в этой абсолютно не имеющей отношения к проблемам страны повестки дня. Часть оппозиции, к которой, надеюсь, я принадлежу, всегда старается говорить о реальных проблемах страны. И, например, вот если говорить о республиканской партии, РПР Парнас, у нас есть очень ясное понимание, что надо делать. У нас есть конкретно разработанный проект реформы политических и государственных институтов. У нас есть конкретный совершенно проект ускорения экономического роста через защиту частной собственности, через демонополизацию, через поддержку конкуренции, создание хорошего делового климата, обеспечение независимости судов, потому что без этого нельзя обеспечить защиту собственности и контрактов. И у нас есть ясное понимание, что вертикаль власти надо демонтировать, в том числе передавая полномочия и деньги в регионы и муниципалитеты, потому что Россия живет там. Россия живет не в Кремле, а Россия живет в Барнауле, Саратове, Рубцовске и Сыктывкаре. Там должны быть полномочия и там должны быть деньги. Центр должен быть компактным, но влиятельным, для того, чтобы обеспечивать ту самую оборонную политику, ту самую внешнюю политику, ту самую политику безопасности и решать общефедеральные задачи, такие как космос, наука, инфраструктура и так далее. Вот это конкретная альтернатива той политике, которая проводится сегодня. Демократическое правовое государство, конкурентная рыночная экономика вместо госмонополистического капитализма и децентрализация страны. Но общество этого не слышит, зато, как вы сказали, идет в фарватере вот этой всякой хрени, простите. Я вас процитировал. А вы знаете, власть работает, я недавно с одним специалистом разговаривал, который в советское время служил в КГБ и занимался такими странами, как Афганистан во время афганской войны. И он мне рассказал, что так работает машина военной пропаганды. Как работает военная пропаганда? Первый принцип, она должна быть тотальной. То есть надо лишить противника, в данном случае это граждане и гражданское общество, надо лишить противника всех независимых средств информации. Второе, навязать свою повестку дня, которая должна быть абсолютно дурацкой в нашем случае. Клоунада, фарс, скандалы. Выхолощивание всего и вся. Всего, то есть говорить о чем угодно, кроме о главном. Это правда. Вот посмотрите наше ток-шоу на центральных телеканалах. Не смотрю, Владимир, не смотрю принципиально. Даже так называемые, ну, надо врага знать в лицо. Даже политические ток-шоу говорят про всякую хрень, я прошу прощения, кроме главных проблем страны. Чуть-чуть приокрылась от кошка на президентских выборах во время дебатов и опять захлопнулась. И третий принцип пропаганды, военной пропаганды, мешать ложь с правдой. Берется ложка правды, к ней добавляется ложка лжи, все это приправляется анатомией протеста и получается тот самый продукт, который впаривают нашему обществу, как это называется, через зомбоящик, людей зомбируют и обманывают. Поэтому, еще раз повторяю, то, что власти избегают говорить о реальных проблемах, это объясняется тем, что им нечего ответить и им нечем отчитаться. Все проекты Путина-Медведева-Единой России провалились. Национальные проекты провалились, модернизация провалилась, догонки с Португалией провалились, хотя она тоже сейчас не в лучшем состоянии, значит, Португалия, но лучше, чем Россия и так далее. И поэтому, так как не хочется отвечать за базар, я прошу прощения, и не хочется отчитываться за провалы, и не хочется обсуждать реальную повестку дня, потому что встанет вопрос об ответственности, впаривают всякую ерунду каждый день, лишь бы отвлечь общество от реальных проблем. Как выйти из этого анабиозного состояния, когда люди ведутся на эти разводки, власть абсолютно это делает осознанно, оппозиция особая тоже не трепыхается. Я могу честно сказать, я с одним из ваших коллег, с Борисом Немцовым, и я тут одно время очень серьезно занимался тематикой вот этой так называемой третьей пенсионной реформы, да, я вообще считаю, что это будет преступление. Изобразие полное, то, что сейчас делается. Я Борису задал этот вопрос. Нашего поколения и людей более молодых фактически обманули, кинули грубой форме, что обещал тот же Путин несколько лет назад. Обещал накопительную систему. Он обещал, что если ты работаешь, пашешь, зарабатываешь... В белую тебе платят. В белую тебе платят. Ты перечисляешь и откладываешь, что когда придет твой пенсионный возраст, ты будешь получать пенсию, на которую ты не будешь побираться в подземных переходах. И у станции метро сейчас это все отменяется. И фактически все наше поколение обмануто. Да. Так же, как обмануто все старшее поколение. Почему оппозиция не трезвонила об этом? Я задал вопрос Немцову, мне он честно сказал, я не буду называть имена, да, Владимир? Он мне перечислил с конкретными именами. Так он говорит, некоторые из них засыпают на второй минуте, когда я им начинаю объяснять, что такое вообще межбюджетный процесс. Надо уметь объяснять людям, которые далеки от бюджетного и межбюджетного процесса. Так это типа лидеры оппозиции? Ну, исправимся, исправимся, научимся объяснять. Вот мой ответ, Юра, на ваш вопрос такой. Я только что участвовал в двух избирательных кампаниях. Я участвовал в избирательной кампании в Саратовской области, в законодательное собрание и в Барнаульскую городскую думу. И я могу сказать со всей определенностью, нет более эффективного способа дойти до миллионов людей, которые живут не в Кремле, а в России, чем избирательная кампания. И мой ответ и призыв ко всей оппозиции, ребята, если вы реально хотите перебить вот этот белый шум, который идет из телевизора, ни о чем, а всякой хрени, и дойти до миллионов избирателей, уезжайте из Москвы. Будьте в Чувашии, в Мордовии, в Якутии, в Бурятии, в Ставропольском крае, я называю регионы, где на следующий год выборы. В Новосибирске, в Томске, в 14-й год, Республика Алтай и так далее. Будьте там, ходите по дворам, ходите по рынкам, встречайтесь с людьми, разговаривайте. И тогда вас... В конце концов, сегодня стало известно, в сентябре следующего года выборы губернатора Московского. Я об этом и говорю. И вас услышат. Я хочу напомнить всем сторонникам цветных революций, которых очень много в протестном движении. Все цветные революции начинались с выборов и с их фальсификаций. Все цветные революции начинались с того, что оппозиция шла на выборы, боролась за голоса, выборы были сфальсифицированы, и это выводило людей на улицы. И в том числе на местных и региональных выборах, как это было в Грузии, и как это было в той же Югославии и так далее. Поэтому мой ответ, тем более я лидер партии, один из трех субпредседателей РП Парнаса, мы серьезнейшим образом, мы добились регистрации партии. Долгие годы наша партия была запрещена. Это единственное достижение декабрьско-мартовских митингов, что оппозиция может регистрировать свои партии. Мы сразу с колес пошли на выборы, и мы прошли в Барнаульскую городскую думу, мы получили двух депутатов в ТВ на районном уровне, и мы очень достойно выступили в Саратове. Мы показали, что можно бороться за голоса избирателей и можно побеждать. Поэтому мой призыв ко всей оппозиции... Но некоторые лидеры протестного движения считают, что не надо участвовать. Это ошибка. Если вариться в Москве... Вы же понимаете, о ком я говорю. Я понимаю. Если вариться только в Москве, если вариться только внутри Третьего кольца, это чудесно. Можно переходить из Жанжака на... В любое другое заведение, да. Из дождя переходить, значит, в винзавод. С винзавода переходить еще... И чудесно тусоваться, значит, годами. Только это ничего не изменит, с моей точки зрения. Я убежден в том, что сентябрь 2013 года это реальная возможность для оппозиции дать бой коррумпированной бюрократии. Дать бой партии воров и журников. Предложив реальную альтернативу. Предложив реальную альтернативу. Например, в Барнауле мы с экономистами московскими и барнаульскими разработали программу «Новый Барнаул», которую мы сейчас будем предлагать городу. Как вывозить мусор? Как решить проблему модернизации тепловых сетей? Что делать с водоканалом? Что делать с дорогами? Как защитить ленточный бор? Очень конкретная программа. И многие люди ее брали, читали и говорили, вот это серьезный разговор. Вот это мы понимаем, что это реальная оппозиция, которая не только говорит, что все воры и жулики, но имеет внятную альтернативу. Почему вы не участвовали в выборах КАЭС? Юр, ну я уже много раз это объяснял. Меня попросили, я вам честно скажу. Меня сегодня прям публично, можно сказать, в эфире Финам.ФМ попросили задать этот вопрос. Я к КАЭСу отношусь нейтрально. За одним исключением присутствует там националистов. Потому что я не понимаю, как можно бороться за демократическое государство вместе с людьми, которые отрицают основы демократии. А основа демократии это равенство всех людей. Вне зависимости от... А может быть, Владимир, простите, может быть, самость свою чуть прижать? Вот мне тоже такое говорили. Ну слушай, ну что ты там вот с этим либерализмом? Ну люди не понимают. Ну прижми ты слегка, а потом будете делать то, что вам надо. Я не отрицаю консервативных идей. Я не отрицаю, хотя я не консерватор, я не отрицаю левых идей. Я понимаю, что в левой идее есть большая правда, что нельзя общество разрывать. Но я не понимаю, как можно с националистами, я просто искренне не понимаю, строить демократические государства. Если они отрицают равенство людей. Продолжим наше общение в прямом эфире в реальном времени на Финам.фм с Владимиром Рыжковым. Сразу после краткого выпуска новостей. После новостей исключительно ваши письма и звонки. 19.47. Здесь в реальном времени на Финам.фм Владимир Рыжков. Сейчас мы приступим к ответам на ваши письма, которые приходят на финам.фм. Мы будем принимать ваши звонки на 65 10 99 6, код Москвы 495. Но прежде Владимир доскажет про КС. Почему я категорически против легализации националистов? Я вот эту всю историю воспринимаю как их легализацию. Еще 5 лет назад невозможно было себе представить, чтобы респектабельные либеральные политики сидели за одним столом с людьми с нацистскими взглядами. Я вот вспоминаю французскую историю недавнюю, когда помните Ширак шел против Жоспена. И внезапно во второй тур президентских выборов во Франции вышел Лепен с Шираком. Так что сделали все политики Франции? Объединились за Ширака против Лепена. Потому что они прекрасно понимали, что национализм, который вверг Европу в самую кровавую войну в истории, нельзя легализовывать. Да, Лепен существует. Да, сейчас его дочка возглавляет. Да, они участвуют в выборах. Да, они заседают в парламенте, даже имеют несколько мест. Но никто из ведущих политических сил не строит с ними альянсов, потому что это недопустимо. Вот такая моя позиция. Да, они есть. Да, они пусть участвуют в выборах, но с ними нельзя строить коалиции. Я отвечаю на вопрос, почему меня там нет. И вторая причина, почему я не участвовал. Вот, Юр, посмотрите. Какие гигантские усилия были затрачены на выборы в КС? Лучшие люди Москвы на протяжении двух месяцев буквально не спали, не ели, не жили личной жизнью, забыли про все на свете, чтобы провести эти выборы. В итоге, если у братьев МММщиков проголосовало 65 тысяч человек, при том, что сами организаторы говорили, что менее 100 тысяч будет неудача. При том, какой получили результат, координация протестных акций. Я задаю риторический вопрос, а что нельзя было координироваться без выборов? А что нельзя было защищать политзаключенных, как мы это делали раньше, без выборов в КС? А может быть лучше было направить эти гигантские, несоразмерные результаты, усилия на участие в региональных местных выборах, на просвещение, на поездки по регионам, на встречу с людьми, на донесение до них нашей альтернативной программы? То есть у меня просто ощущение, что потрачены были гигантские усилия на очень скромный результат, и просто сама эта компания по выборам в КС, она просто отвлекла огромные силы, при том, что можно было эти силы приложить куда-то гораздо более эффективно. Но я в любом случае нейтрально отношусь, там масса моих друзей, желаю успеха, надеюсь, что все получится, хотя у меня остаются большие сомнения, стоило ли все это затевать. Владимир Рыжков, Реальное время, Финам-ФМ, добрый вечер, в эфире, как вас зовут, алло? Алло, здравствуйте, Елена звонит. Да, единственная просьба, выключите, пожалуйста, приемник, общайтесь с нами по телефону. Да, Елена. Я очень хорошо к Владимиру отношусь, но вот хочется посоветовать ему, вы знаете, вот эти речи про координационный совет, столько он энергии тратит, это не надо совершенно, потому что люди воспринимают это, ну, не очень хорошо, не прибавляет ему это голосов. Потом, вот когда начинаешь с людьми разговаривать, и говоришь о Парнасе, о Немцове, конечно, сразу отворачиваются. Вот, хотя эти люди не замешаны ни в коррупции Рыжков, ни Немцов, тогда не было еще такой коррупции, когда Немцов был в правительстве. Вот, я не знаю, что надо сделать Рыжкову, чтобы его заметили. В принципе, он пусть на меня не обижается, но он как вот серая моль такая, его даже путают с министром бывших финансов. Знаете как? Что-то надо ему сделать такое, чтобы его заметили. Это просто не в обиде, политик не должен обижаться. Да, спасибо. Но я думаю, не с министром финансов, а с премьер-министром. Ну, я не знаю, что ответить на это. Люди... Ну, реплика. Да, ну, реплика. Люди тем недовольны, люди этим, серая мышь, ну, у меня другое представление о жизни. Да. Добрый вечер, Руфили. Алло. Просто выслушай. Добрый вечер. Добрый. В переборе город Москва. Угу. У меня вопрос к Владимиру. Вот, значит, господин Юзинский, когда был последний раз в студии с вами, он тоже говорил о том, что надо ехать в регионы, участвовать в выборах, ну, я про оппозицию говорю, и выигрывать там, вместо того, чтобы сидеть в Москве, значит, и вот там перстно заниматься. И вот у меня как выиграть вопрос, то есть в чем принципиальное отличие партии Владимира Рыжкова и партии Яблоко к господину Явлинского? Я считаю, ни в чем. Я уже много раз предлагал лично Григорию Васильевичу Явлинскому и Сергею Митрохину, и Сергею Иваненко, которых я знаю уже очень много лет, объединиться в одну партию. Пока они к этому не готовы. Я об этом очень сожалею, потому что я думаю, что если бы Явлинский и Яблоко, и РПР Парнас сделали объединенную демократическую партию, как мы это сделали с Борисом Немцовым, как мы это сделали с Михаилом Касьяновым, у которых были свои партии, то страна от этого только выиграла. А на ваш взгляд, Владимир, в чем причина? Я думаю, что вот любая партия, хочешь или не хочешь, это как РЖД или как Газпром, она все равно немножко корпорация. А у корпорации есть свои интересы, шкурные и свои корпоративные интересы. И корпорации всегда тяжело сливаться. Но вот как рыночная экономика показывает, все равно слияние, как правило, идет на пользу. Как правило, это делает корпорацию более привлекательной, более крупной и более эффективной. Поэтому я обещаю вам, Григорий, по-моему, звонил, что мы продолжим эти усилия. И нет таких различий между программами Яблоко и РПР, которые были бы непреодолимым препятствием для нашего объединения. Добрый вечер, как вас зовут? Алло. Алло, Сергей. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Юрий Владимирович, у меня, знаете, такое желание. Вам нужно создавать свой телеканал «Финам-ФМ». Реально. Чтобы нас не только слушали, но и смотрели. Это реплика. Нет, я бы тоже это приветствовал, потому что, конечно, у нас, я вот как представитель оппозиции, я чувствую огромный дефицит коммуникации. Потому что, да, надо ездить в регионы, да, надо встречаться. Я этим постоянно занимаюсь, мотаюсь по стороне. Но если бы у нас была возможность все-таки обращаться к более массовой аудитории через телевидение, то, конечно, это было бы замечательно. Я не буду комментировать. Вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Добрый день, меня зовут Сергей. Да, Сергей. Юрий, вот буквально предыдущий слушатель из языка я снял, хотел бы высказаться о том, что сегодня, на самом деле, услышал настоящего оппозиционера у вас в эфире. И вот с таким предложением хотел также к вам, Юрий, выступить, чтобы хотя бы там, я не знаю, раз в две недели приглашать Владимира к себе в эфир. И чтобы у него была возможность доносить. Спасибо, Сергей. Спасибо. Ну, я раз в две недели не обещаю, но вот... Мне понравилось, Юр, выражение настоящий оппозиционер. Да, и я хочу вас вот призвать. Я думаю, вот что это... Я не оппозиционный журналист. И моя программа не оппозиционная. У меня разные мнения представлены. Сегодня Владимир Рыжков, да, завтра, я утрирую, будет Николай Валуев, послезавтра, я не знаю, там... Не, Юр, но для меня важный звонок Сергея был в каком плане, что... Мне кажется, что настоящий оппозиционер, вот он выражение это применил, да, вот в моем понимании, я надеюсь, что именно он это подчеркнул, это не только критика, но и альтернатива. Да. Вот Ромни, 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 это оппозиция к Обаме сейчас, да, но он же не идет просто там, Ромни то провалил, он это говорит, Ромни это провалил, Ромни то, вернее, Обама то провалил, это провалил, вот тут у него не получилось, вот долг вырос, и это все правда, Ромни не врет. Но рядом с этим он ставит свою программу, он говорит, а я вот это сделаю с автопромом, я вот это сделаю с бюджетом, я вот это сделаю с оборонным заказом, вот так я поступлю с медицинским страхованием. И у американцев есть выбор не только между персонами, у них есть реальный выбор между программами. И вся компания Обамы и Ромни посвящена тому, чтобы на пальцах объяснить любому избирателю, даже бесконечно далекому от политики, от бюджета, от Сената, от Конгресса, в чем состоят их программы и в чем их различия. Вот это очень важно, иметь программу, уметь ее очень просто объяснить и конечно третья составляющая, иметь коммуникацию, потому что если у нас не будет каналов коммуникации в виде радио, телевидения, интернета, который большой роль играет, поездок по стране, и еще раз подчеркну, участие в выборах, колоссальная возможность для оппозиции дойти до избирателей. Потому что если выборы, это месяц избирательной кампании. Хочешь, не хочешь, а ты будешь раздавать листовки, брошюры, газеты, хочешь общаться с людьми, как я это делал целый месяц в Барнауле и в Саратове, ничего это не заменит. Сегодня, кстати, один из политтехнологов, тоже я читал в сетях, политтехнолог Обамы написал, что я вижу, что у вас в России сейчас такое увлечение онлайном. Запомните, ребята, онлайн это хорошо, но ничего никогда еще не могло заменить оффлайн. Ничего, поверьте мне, вот все слушатели, ничего не может заменить прямого разговора политика с людьми. В зале, на улице, на митинге, где бы то ни было. Идем дальше, у нас буквально всего три минуты осталось, поэтому прошу всех быть лаконичными. Добрый вечер, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Добрый вечер, меня зовут Александр. Хотел бы выразить уважение единственному члену оппозиции, которого приятно слушать, в отличие, например, от Тальцова, который, кроме как протестом, больше ничего не призывает. У меня такой вопрос, скажите, вот если завтра вы президент, какой будет, ну, или премьер-министр, какой будет вы справитесь, кто войдет и какой пост будет заниматься? Я думаю, я не знаю, Саша, сначала слушайте нашу программу или нет, я вначале высказал общий принцип. Общий принцип. На всех постах должны быть лучшие в своей области. Поэтому самое правильное, я могу сказать о том, что я считаю, что огромный опыт есть у Михаила Касьянова, который в начале 2000-х годов проводил реальные структурные реформы нашей экономики, и это было время наивысшего экономического роста. Если вы посмотрите по темпам, это был наилучший деловой климат, инвестиционный климат. В Россию шли деньги и шел экономический рост. Я могу сказать и о Сергее Алексашенко, на мой взгляд, совершенно великолепном, выдающемся экономисте, который великолепно знает финансовую, банковскую и так далее сферу. Я могу еще называть целый ряд своих коллег по партии, но принцип должен быть главный один. Лучшие в каждой сфере. Медицинское общество знает, кто лучший организатор, специалист в современной медицинской сфере. Сообщество образовательное знает, кто лучший специалист в этой сфере. Научное сообщество знает, кто лучший специалист в их сфере. Именно этот подход. Если когда-нибудь, дай бог, у нас будет возможность формировать свое правительство, я буду настаивать на принципе меритократии. На всех постах должны быть лучшие. Но и лучшие, как я уже говорил, должны быть под жестким контролем политического руководства страны, парламента, журналистов и общественного мнения. Тогда будет результат. До следующего политического цикла, я имею ввиду до следующих выборов, год, ну чуть меньше год. Мы уже начали готовиться. Если, я понимаю, в двух тезисах, но принципиально важных, обозначить задачи для сил оппозиции, в чем они заключаются? Оппозиция должна продолжать жестко реагировать на каждый случай политических репрессий, нарушения прав человека. И деятельность по проведению митингов, шествий, пикетов, акций протестов в Москве должна быть продолжена. Это пункт первый. Это пункт первый. Пункт второй. Пункт второй. ФМ, спасибо огромное. После перерыва мы вновь встречаемся с Владимиром. Надеюсь, это была наша первая встреча за последнее время, но далеко не последняя. Я всегда с удовольствием. Далее новости после итоги дня.